Приветствую первый циничный канал Иоанн Себастьян. Меня зовут Славик, мне 28 лет. Хотел бы рассказать свою историю. Я сам родился в полной семье сначала. Родители мои развелись, когда мне было 8 лет. Потом мама вышла замуж, у меня есть отчим, и от него дочка, моя сестра по маме. Отец потом прожил где-то 10 лет сам, и он много пил, и в общем умер от алкоголя. В принципе, у меня бэкграунд такой не очень хороший был. Но я хотел бы рассказать свое свидетельство. Прежде всего, что я могу о себе сказать, я христианин. Я протестант, я к Богу пришел осознанно, в 15 лет. У меня родители не религиозные, не верующие. Я ни разу не слышал, можно сказать, о Боге до этого возраста. Но к Богу я пришел, так у меня был мистический определенный опыт. В 13 лет, я пришел к Богу в 15, до 13 даже, чуть раньше. Я помню, я лежал в кровати, и у меня прям был какой-то голос. Я сейчас понимаю, что это были бесы. Они мне говорили, ты умрешь в 13 лет. И такой четкий голос, это было первое такое в моей жизни мистическое негативное переживание. И я его запомнил. Кажется, это было мне лет 10, 11, я не помню точно. В 13 лет я заболел. Как это случилось? Мы с другом прогуливали школу. Это был класс 5, по-моему, или 7, ну где-то так, по-моему, 5. Мы пошли, лазили по заброшкам, по разным свалкам, как обычно. В тот день был дождь, осень была. И мы все равно гуляли, дождь, все равно. И в тот день, на следующий день я заболел. У меня была температура, и не могли сбить температуру. И, короче, отправили меня в больницу. И после долгих анализов определили, что у меня опухоль с рождения. Опухоль на почке. И меня отправили в детскую онкологию. И давали 99%, что это раковая опухоль. Начали мне перед операционный начальный курс химиотерапии. И был риск смерти. И тогда я вспомнил это, что у меня было это. Я понимаю, что как бы дьявол хотел моей смерти. Вот такая история. Но у Бога были другие планы. Врачи давали 99%, что это онкология. Но это была доброкачественная опухоль. Мне вырезали эту опухоль. Удалили почку, потому что она тоже нерабочая была с рождения. И так я вернулся в школу где-то в 14 уже лет. И однажды я услышал передачу. И, в общем, покаялся и пришел к Богу. Пришел к протестантскую церковь. Так я закончил школу. Ну как, я сначала как? Я покаялся. И полгода я ни в какие церкви не был. Я заходил в православную церковь. Ставил свечки. Так молился сам. Не был членом никакой церкви. Но читал Библию. Мне прислали миссию из Киева. Я отправил письмо. Я просто читал Библию. И однажды я пришел в церковь. Где-то через полгода. И до сих пор я в ней нахожусь членом. Я принял водное крещение в осознанном возрасте. Вот это как бы предыстория моя. А теперь как бы моя исповедь. О чем я хотел бы рассказать. Как бы в чем моя... Что меня привело на этот канал. Почему я начал себя тоже ассоциировать с мужским движением. Кто в теме церковной знает. И если есть протестанты на этом канале. Может баптисты, пиесятники, адвентисты. Вы знаете как относятся тоже к браку в таких церквях. Что тоже не дадут венчание без росписи. И как бы придя в церковь, я таких вопросов никогда не задавал. Как бы надо так надо. Нормально. Я думал, что однажды я так тоже женюсь. Будет все хорошо. У нас в церкви порядок жесткий. Что мы... Никаких половых отношений перед свадьбой. Вот. То есть девочки реально... Не все, конечно. Но намного больше, чем в мире. Они хранят себя. И парни хранят себя до брака. И это не миф. Есть такие... Есть. Вот. Я свидетель, что такие есть. Вот. И моя исповедь. Когда я пришел в церковь первый раз, я увидел одну девочку, которая... Вот первый мой визит в церковь. И все. И я на нее запал. Вот. Она на меня на год была младше. Мне 15, ей 14. Вот. И я где-то года два молчал. Потом начал ей знаки внимания уделять. Подарки дарить. Но она меня как бы не воспринимала. Она как бы честно мне говорила, что ничего не будет. Вот. Но я влюбился реально. Я так пришел к такому, что вот она настоящая любовь. Потому что у меня раньше такого не было. И потом такого не было. Я молил, собрал посты. И общался с людьми. Как бы искал ответ, как мне... Что мне с этим делать? Бороться с этой влюбленностью. Мне говорили, влюбленность пройдет. Влюбленность не может без подпитки жить там... Пускай больше трех лет. Хорошо. Даже как... Есть книжка такая. Любовь живет три года. Да. Пускай возьмем так. Вот. И мне было 18 лет. Вот уже три года я ее любил. И больше никого не хотел. Она мне не динамила, ничего. Просто говорила, что я не хочу. Вот. И все. Я поехал учиться в библейский институт. Я поехал в Киев. Это библейская семинария. Такая с теологическим уклоном. Вот. Иоганн говорит за... Часто ты говорил за творчество. Что человек должен перейти в творчество. Вот. И это было мое. Вот это было мое. То, что... То, что мне на самом деле нравилось. Вот. То, что... То, чем я хотел заниматься. Я хотел быть в церкви, служить. У нас есть разные служения. Я этим заниматься хотел. Я на это учился. Я этим горел. Плюс я пою, на гитаре играю. Вот. Мне это все интересно. Я ассоциировал свою жизнь именно с церковью, со служением. Вот. И когда закончилось три года мое обучение, как бы нас отправляли, рекомендовали поехать хотя бы на год на миссионерскую практику. То есть, есть практика. Вот я сам с Украины. Есть в селах разные практики, да. Вот. Чтобы жить там при церкви. Есть за границу отправляли. Ну, такую за границу. Там. Киргизстан. На север России. Там. То есть, такие места, где мало верующих. Мало. Вот. Но, вот это была моя такая первая ошибка, что я не поехал тогда туда. Я решил, что я поеду домой, и мне нужно жениться на этой девушке. Вот. Я приехал домой. Она тоже, она вот была, ну, она христианка тоже ходила в церковь тогда. Вот. И она хотела оставаться безбрачной. Вот. И мне это не давало никакого шанса. Вот. И я начал впадать в депрессию. Я не понимал, почему она у меня не выходит из головы. Я думал, это уже какие-то психологические проблемы. Вот. И проходили годы. Я еще закончил училище на радиотехнике. Вот. И так я год сидел без работы, и я чуть-чуть научился зарабатывать фрилансом. То есть я с радиоэлектроникой зарабатывал деньги. Вот. Потом я пошел на работу. Два года работал электромонтером. Вот. И вот тогда я прочувствовал, что такое настоящая рабция. Вот первое... Первое мое такое переживание, настоящая работа. Так я подрабатывал на стройках разных таких. Вот. Но это было недолго. А тут я официально устроился. Такое с авдеповской закалкой. Такое предприятие. Вот. Электромонтер. Это все дела там на вышках. Вот. Вот. В общем, ремонт лэб, да, воздушных линий. Вот. И я там прочувствовал, что такое настоящее рабство. И вот через это я нашел первый циничный канал. Вот. И там я нашел целый комплекс таких ответов. Таких как бы... Куда... О том, чем я не задумывался раньше. И это натолкнуло меня на то, что... Мое отношение к женщинам было неправильное. Вот. Мое отношение к работе. Вот эта прошивка рабская. Она... Вот. Что есть альтернатива. Что есть кроме этого еще что-то. Я начал думать. Вот. И это два года назад я натолкнулся на первый циничный. Начал размышлять об этом. Слушать эти ролики. Размышлять. И через год моих размышлений я уволился с работы. Вот. Ушел с работы. И... Уже... Уже после этого прошел год. Сейчас я без работы. Вот. Уже не работаю год. Вот. Так же само подрабатываю фрилансом. Ну, денег очень мало. Я живу с родителями. Вот. Так. И хотел бы вот просто поделиться своими... С тем, что меня сейчас гложет. Потому что... Вот. Хотелось бы сказать... Вот. Хотелось бы сказать, что все классно. Все супер. Похвастаться. Вдохновлять других. Сказать, что все супер. Вот. Но, к сожалению, я так не могу сказать, что я... Что у меня все супер. Я хотел бы поделиться тем, что меня сейчас напрягает. Вот. Во-первых, что сильно меня ударило по моей вере. Это то, что та девочка, которую я любил, она вышла замуж за неверующего человека. Ее отлучили от церкви. Вот. И это пошатнуло как бы мою веру. Вот. Я определенно в депрессию впал. Это было тоже год назад, когда я еще работал. Чуть больше года. Вот. И как бы приходят мысли тоже. Может устроиться на работу. Но я сейчас их гоню. Сейчас я понимаю, что назад дороги нет. Я думал даже, я уже когда дорабатывал последние месяцы, вот, я сделал так. Я доработал до отпуска, а там надо было еще 2-2 недели отрабатывать. Я просто во время отпуска пришел на работу и сказал, зачислите мне за отпуск эти 2 недели, чтобы я уже не приходил. Я, в общем, ушел в отпуск и не вернулся. Вот. Но когда я еще работал, вот, я понимал, что вот я такой человек все-таки, ну, оно как эмоции вот эти забывающие. Когда ты по утрам встаешь, ты в коматозе, ты никакой, тебе ничего не хочется. Я начал на видео записывать, как я просыпаюсь и, как бы, оставлять себе послание. Я себе говорил, что пройдет какое-то время после того, как ты уволился. И ты подумаешь, может вернуться на работу, может не все так плохо. Вот включи это видео и посмотри. Вот такие я себе послания оставлял. И когда мне тяжело было, думал, а как же дальше. Я просто пересматривал эти видео, когда я с потухшими глазами, когда мне ничего не хотелось. Вот. Я их смотрел и понимал, что я не хочу возвращаться в это состояние. Вот. Но сейчас я без работы, как бы. Вот. И к чему я говорю? Потому что в моей жизни было состояние, вот когда я поехал учиться, когда я горел. Когда у меня глаза горели. Вот это было мое творчество. Это было служение. Вот. Это было классно. И в христианстве это еще называется так называемая первая любовь. То есть радость неофитов, вот такое есть. Вот. Но у меня это длилось несколько лет, где-то 3-4 года я был в хорошем состоянии таком. Вот это было творчество. Это была такая спонтанная активность, которая рождалась от избытка сердца. Вот этого я хотел... Как бы вот это была моя настоящая жизнь. Все остальное до того и после того, вот уже мне 28. Вот. Я живу дома уже лет 5-6. Я, можно сказать, существую. Вот. Я пытаюсь исследовать, как дальше жить. Я увлекся вот книгами по психиатрии. Эриха Фрома, Ялома, Холиса. Разные книги я читаю, размышляю. Вот. Пытаюсь провести, как бы, самопсихоанализ такой. Вот. Пытаюсь найти себя, вот, именно в творчестве. Мое творчество это, вот, служение Богу. Это, вот, Бог дает дары человеку. У меня есть эти дары. Мне всегда говорили, что я умею проповедовать, умею, вот, передавать это слово. Могу, могу... Ну, у нас сейчас группа в церкви. Группа, группа прославления. Я играю в группе на гитаре, поем мы, вот. То есть творчеством я занимаюсь сейчас, но вот этот огонь у меня погас, вот. И вот об этом я хотел бы, вот, поделиться, что самое, самое ценное, что я потерял в своей жизни, вот. Это даже не время, вот, кстати, говорят, да, любовь живет три года, вот. Эту девочку я любил десять лет. Десять лет я ее реально любил, безответно. Я не оленил, можно сказать. Я и к ней подходил, разговаривал с ней, вот. Предлагал я ей выйти за меня замуж два раза или три, я уже не помню, за десять лет. Ну, она, она честная, она мне, как бы, у меня к ней претензий никаких нет, вот. У меня претензий к своему мозгу, как так может быть, да? В общем, я любил десять лет. И что пришло дальше, вот. Когда она вышла замуж, я понимаю, что уже все, вот. У меня уже к ней таких чувств нету, как бы, она ушла, я ее давно не видел уже. Года полтора я ее не видел. И, как бы, не стремлюсь, понятно все, вот. Во мне ушло вот это желание, ну, не желание, а ушло способность кого-то любить. Вот, способность, вот, что какие-то девушки мне нравятся. У меня были, были варианты, я учился, когда я в институте, и были другие девушки, которые, ну, рядом были. Я понимал, что они были бы не против отношений, вот. Но у меня вот это пропало, это способность любить, пропала способность, вот. И сейчас я больше склоняюсь к жизни соло, вот, к служению, но, вот, мои страхи, да. Я чувствую, что вот сейчас, по моим ощущениям, что я этого, я вот безбрачия не потянул. Что у меня вот этого, я могу вот эту духовную грыжу себе нажить, и это может вылиться в что-то плохое. Вот. Не чувствую я в себе этой силы. Вот такой получился, как бы, когнитивный диссонанс. С одной стороны, вот, я не хочу строить отношения, не могу их строить, а с другой стороны, я не могу без них. Вот. И поэтому вот у меня вот эта способность к творчеству, она очень притупилась. Это, как бы, погас этот огонь, который раньше, раньше меня, вот, держал на плаву. Вот. Поэтому сейчас вот я в поиске, сейчас я... Есть, да, есть такое понимание, как все говорят, что после красной таблетки пути назад нет. Вот. И я это пережил на своей жизни, что... Что, да, много есть каких-то аргументов, что без работы это плохо, что... Ну, как, что, вот, родители у меня... Мама не работает, бабушка на пенсии, отчим зарабатывает мало, мы, как бы, чуть бедствуем, можно сказать. И, как бы, люди говорят, что, ну, даже вот в Библии написано, что кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного. И, как бы, это тоже совесть гложет, может, думаешь, может, где-то отделяться от родителей, но как отделяться? То есть, вот эти все вещи, они напрягают, и ты не могу найти выхода. Вот. Но при этом я понимаю, что возвращаться туда, в рабство, это не вариант. Вот. Вот такие мои размышления. Может, что-то не сказал, что-то забыл. Спасибо Иоганну за твою работу, за то, что реально на каком-то этапе жизни ты помог мне принять решения. Решения, о которых я не жалею, о которых, которые определили мою жизнь. Я не знаю, как она, как она повернется дальше. Вот. У нас в Украине говорят, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Вот. У меня еще был, еще скажу, последнее. Я, когда после семинарии пришел, я поступил, вот это, в училище на радиоэлектронщика. Мы подружились с одним парнем, мы, ну, учились на одном курсе. Вот. И у него тоже были проблемы с родителями. Ну, не такие, как у меня, но вот он мне рассказывал, что... И его родители, они его, как бы, посылали, говорили, зачем ты нам нужен, иди отсюда. Вот. И он это сильно тяжело переживал. Вот. И так мы во многом сходились в нашем мышлении, общались. Вот. А потом он покончил жизнь самоубийством. Вот. И это тоже меня тогда подкосило. Это было в 2014 году. Вот. И тоже у меня была такая затяжная депрессия. Потому что я на него смотрел, я понимал, что его проблемы, вот, так похожие на мои. Я думаю, если он выкарабкается, то и я смогу. Вот. Мы, как бы, поддерживали друг друга, а когда он, как бы, он сдался, можно сказать, то я подумал, если он сдался, то как я буду? Вот. Ну, он, ну, вот так вот. Но у меня есть Бог, я верю, что он, как бы, не оставит, не оставит меня просто, вот. Как бы, в бесславной, бесславной жизни, бесславной смерти. Вот. Вот. Хотелось бы своей жизнью оставить какой-то след. Не так, как говорят, в детях оставить след, да. А оставить след в душах людей, сделать что-то полезное, сделать что-то хорошее. Как-то принести Богу плод, вот, как говорится. Вот. Поэтому. Наверное, все-таки я хотел бы вдохновить всех, кто, кто стоит на каких-то, вот, уже подходит к краю, не знает, что делать, то не бойтесь, не бойтесь перейти какую-то черту. Не бойтесь, вот, шагнуть в неизвестность, потому что, потому что, потому что, потому что, как я вспоминаю фильм «Храброе сердце», да, когда они собрались против армии англичан, вот. И они увидели, что армия огромная, и начали расходиться, и вот этот Вильям Волос, он сказал, да, вы можете сейчас уйти и остаться в живых, или вступить в бой и погибнуть, но через много-много лет, лежа в своих кроватях, вы вспомните этот день, когда вы могли жить, стать свободными, или умереть свободными. И вы будете готовы отдать все эти годы ради вот этого дня, вот. И вот это меня держит, что свобода, она не дается даром, она стоит очень дорого, вот, но она того стоит. Поэтому всем удачи, пусть Бог благословит.